Фотохудожники и путешественники Санкт-Петербурга Фёдор Лошков стал победителем шестого фотоконкурса Российского географического общества «Самая красивая страна» в номинации «Живой архив» с работой озера Тубанлы-Кёль, которая расположена в Храчево-Черкесии. Гоначхирское ущелье уникально не только живописной природой, но здесь есть и много интересных исторических фактов. Вот каких расскажет Алла Динаева. Живописное Гоначхирское ущелье между Тибирдой и Дамбаем. Монеты людей разнообразными пейзажами и увидевшие эту красоту один раз, обязательно сюда вернется снова. Здесь проходила древняя дорога. Нагромождение этих камней напоминают о ней и сегодня. Об интересных этих и других исторических фактах поведал нам житель Тибирды Альбек Аджиев. Этот путь, конечно, с незапамятных времен известен был. Со времен великого греческого историка Страбона, когда он описывает эту дорогу торговлю золотым руном. Это вымытое в наших чистых водах. Отсутствие солей благоприятствует мытью шерсти. И поэтому шерсть, добытая здесь, она ценилась на рынках Византии, Турции. Ну, тогда это едино было. А в Греции, поэтому упоминания у историки находят об этом пути. Если взять ближе к нашим временам, то в 1876 году, во время русско-турецкой войны, эта дорога была актуальна, рассказывает Алибек Махмудович. А после победы русских войск над Баталбеем этот путь сыграл большую роль, но тогда дорога была конновьючная, а необходимо была уже конноколесная. Взялись за постройку Суходольский и Даль. Они начали эту дорогу строить, и практически через 10 лет, на год раньше планированно, дорога была сдана. И князь Голицын, желая придать официальному открытию и приурочить это к названию военно-сухумская дорога, поручил Драгунскому полку перейти через перевалы, через Клухорский перевал. Что было и сделано. И с тех пор дорога получила название военная сухумская дорога. Этот путь в различные времена назывался по-разному. Остатки древней дороги четко видны и сейчас. Кое-где она переключается на уровень современной нынешней дороги. Но этот путь актуальным был всегда. В 1926 году 330 туристов впервые прошли через Гоночхирское ущелье. И этот перевал, что стало началом действия известного 43-го туристического маршрута, который назывался «Через горы к морю» и действовал в советское время. Завершается та древняя дорога с выходом вот на эту точку. Если брать геодезически, то та дорога потихонечку выходила на нет, где сделана вот сейчас нынешняя современная дорога. Во время Великой Отечественной войны немцы планировали воспользоваться этой дорогой. Ну, немножко расширили, приспособили под себя немцы. Но так они и не воспользовались, конечно же, этой дорогой. Были сброшены с перевалов Кавказа уже 12 января 43-го года. Не осталось никого, кто бы мог о чем-то мечтать о переходе. А сейчас о Великой Отечественной войне в Гоночхирском ущелье напоминают две опорные стенки у дороги, возведенные в послевоенные годы. Уже военнопленные. В том виде, в котором мы сейчас видим, военнопленные дивизии Эдельвейс, немецкие. В основном это были офицеры. И, надо сказать, к работе своей относились довольно честно. Угол наклона стенки рассчитан по инженерным расчетам. До сих пор ни одного камня из этой опоры не вывалилось. Как видите, прошло уже более 75 лет. Дорога в хорошем состоянии. А точнее, ее опорные части. А завершили уже в 50-х годах. Начало 50-х годах. Дело в том, что после того, как их немцев первыми обменяли, вернее, отправили отсюда, но до 50-49 года они работали. Далее этот путь ведет к Туманному озеру, а по дороге встречаешь гостей, приехавших из разных уголков страны, чтобы увидеть своими глазами это великолепие. Виды. Замечательные виды здесь. Красота гор, рек, озера и лесов не оставляет никого равнодушным. Конечно, очень потрясающе даже. Невозможно это описать словами. Мы много фотографируем, но ни одна фотография не передает всю красоту, которую ты видишь, очевидно, своими глазами. Хочется часами просто сидеть, любоваться, замерев, молча. Ну, вот, прямо сердце замирает, дыхание тоже учащается. В общем, очень все красиво и здорово. На высоте 1850 метров над уровнем моря расположено озеро Тубан-Лы-Кёль, что в переводе с корчевского означает «туманное» и часто оправдывает свое название. Вокруг него на вершинах гнездятся седые облака. Но нам повезло, и в этот день небо было чистым, погода чудесная. А с восхитительной природой художники пишут картины, поэты слагают стихи, воспевают красоту Гуначирского ущелья и в песнях. Аладинаева Али Бастанов, Вести Карачаева Черкесии, Гуначирское ущелье.